Кутюрье. Именно таким модным словом сегодня называют дизайнера одежды. Профессия эта невероятно популярная и престижная. Имена Джорджа Армани, дизайнерский дуэт Доминика Дольче и Стефана Габана тому весомое подтверждение. Эта профессия не теряет актуальности, ведь люди всегда хотят хорошо выглядеть, носить красивую одежду. И наш гость сегодня Лада Тимофеева, модельер, дизайнер одежды, или как правильно назвать, модельер-конструктор. Модельер-конструктор или дизайнер, можно и так, и так. Здравствуйте. Здравствуйте. Лада, расскажите, пожалуйста, как складывалась творческая карьера ваша? И как вообще возникла тяга, наверное, к созданию одежды? Тяга возникла в далеком-далеком детстве еще. Видимо, не хватало моим куклам одежды, поэтому приходилось иногда шить самой. Это что касается предыстории. Как складывалась творческая карьера? Сложно, витиевато, извилисто, но очень интересно. Ну, вначале поступила в ателье в качестве ученицы портного. Затем, естественно, захотелось более глубоко освоить, более глубже освоить специальность. И всегда была потребность созидать что-то новое, свое, неожиданное. Не то, что доминирует вокруг, допустим. И пошла учиться на моделера-конструктора именно. Закончила колледж. Правда, колледж не российский, он находится до сих пор на Украине, ныне мятежный, к сожалению. Поэтому опыт приобретала там уже, практический и творческий. Затем работала в Одессе, в Севастополе. Потом вернулась сюда, на родину. И вначале работала в школе, преподавала в служивающий труд. Ну, технология он сейчас называется, этот предмет. Затем возникла идея создать театр моды. Поскольку студенческие годы все время концертировали, показывали коллекции, которые сами изготавливали. И захотелось продолжить эту традицию. Нашла единомышленников в виде тех, кто помог найти помещение, материальные средства какие-то. Затем в виде детей, которые согласились конструировать, моделировать, узнавать историю моды. И сами что-то пытаться шить. Таким образом возникла сначала студия, затем театр моды. Уже с более громким названием. Что подразумевает театр моды? То есть дети конструируют, и сами шьют, и сами показывают. Наш театр моды, да. Он подразумевал именно весь процесс творческий. От момента создания эскиза, момента рождения идеи, до воплощения ее в жизнь. Поэтому, поскольку не принято у меня самой заниматься плагиатом, то есть можно черпать идеи вдохновения где бы то ни было, будь то природа, будь то литературное произведение или посещение какого-то интересного уголка России или зарубежья. То есть вдохновить можно все что угодно. Но затем рисуется эскиз, либо создается коллекция эскизов. Потом это все утверждается. То есть весь цикл создания модели мы проходили с детьми полностью. Но пока это была школа, это было на, скажем там, кустарном уровне, поэтому детки были талантливые, но создавали костюмы настолько, насколько им подвластны были. Технические средства, да? Да, да, да. Затем, когда я одно время работала в лицее 62, который готовил технологов шейного производства, и там уже познакомилась с выпускницами, которые были в своей профессии профессионалами. специалистами, и с ними уже был создан, можно сказать, профессиональный театр моды, поскольку всю технологию конструирования, материаловедения, все те дисциплины, которые связаны с созданием одежды, они знали. Вот. Тогда стало уже проще изготавливать более сложные модели и создавать новые коллекции. И сейчас вы делаете что? Вы учите детей? То есть это как? Это передача опыта получается? Все то, о чем я говорю, было в недавнем прошлом. Ну, недавнем или относительно недавнем, поскольку театр моды официально закончил свое существование в 2000... Вот, боюсь точно назвать, поскольку последним директором была не я. Я, к сожалению, его оставила в 2007 году. Потом еще его возглавляли другие девушки. Ну, затем сократили сотрудников и закрыли это учреждение. Поэтому все то, что было создано за годы работы Вернисажа, оно, естественно, осталось. То есть все те коллекции, которые сделали, они существуют. И если предоставляется возможность выступить на каком-то мероприятии, конкурсе, фестивале, кого-то удивить чем-то, в чем-то самоутвердиться, то есть если есть возможность поучаствовать в чем-то творческом, то мы участвуем до сих пор. Ну и где мы можем увидеть ваши модели? Где они представлены? Может, кто-то не знает? Хотя, наверное, имя ваше известно, да, в городе? Видимо, известно. На каких вот мероприятиях конкретно? Ну, модели прошлых лет участвуют иногда в конкурсах. Ну, например, вот последний раз мы ездили в Пензу. Есть такой конкурс «Модный двор». И третий год подряд мы завоевывали призовые места. И первое было, и второе место. Вот. И это из последних. В этом году и в прошлом году принимали участие в конкурсе «Студенческая весна», конкурс-фестиваль молодежного творчества. В том году мы заняли первое место, как и в этом году, среди вузов в Подмосковье номинации «Театр моды». В том году нам посчастливилось. Огромное спасибо Управлению по делам молодежи, которое смогло нас туда отправить. Это участвовали в «Студенческой весне» всероссийской в городе Ульяновск. Впечатлений, конечно же, масса, зрелища грандиозная просто, талантов море. И участвовать в таком серьезном конкурсе, это, конечно же, почетно и ответственно. Но поскольку театров моды много и уровень достаточно сильный, ну, правда, еще если брать в внимание критерии оценки, театр моды, они почему-то вот причислены сейчас к оригинальному жанру. То есть и цирковое искусство – это оригинальный жанр, и театр моды – немножко другая ипостась, однако оригинальный жанр. Поэтому оценивается одними и теми же судьями и примерно по одним и тем же критериям. То есть оригинальность, зрелищность, новизна какая-то. Ну, поэтому, как правило, побеждают те коллекции, где присутствует какой-нибудь такой цирковой жанр. Кробатический номерат. Ну, практически так. Частично, да. И не особо берется во внимание сложность конструкции, допустим. Да, качество исполнения моделей. То есть то, на что, в общем-то, в театре моды нужно обращать в первую, в чем специфика получается, да? Да, собственно, в зависимости от конкурса каждый раз меняются критерии оценки. Если присутствуют жюри, которые являются театралами, им главная зрелищность. Если жюри, которые являются швейниками или признанными мастерами в области создания моды, им, естественно, нужна технология, прежде всего, качество исполнения. Если это актерское жюри, то им само воплощение, допустим, насколько оригинальный сценарий, музыкальное исполнение и так далее. Поэтому театр моды — это совокупность различных жанров, можно сказать, которые должны существовать вместе и давать какой-то результат. Вы на что, в первую очередь, обращаете внимание? Для вас что важно? Поскольку я модельер-конструктор, то, естественно, я не могу выпустить какую-то недошитую модель, плохо выполненную или непродуманную, или с нарушением каких-то законов композиции на сцену. Но спасибо Богу, он не обделил меня музыкальным слухом, поэтому мне немножко проще делать музыкальные композиции. изначально подбирать музыку, затем заниматься какой-то компиляцией или микшированием. Естественно, благодаря нашим клинским музыкантам, которые обладают отменным слухом и грандиозными способностями в этом плане, поэтому с музыкой немножко проще. И девочки, которые в составе вернисажа были, они все танцующие, поэтому опять-таки создавать какие-то выходы, композиции тоже было не очень сложно. Естественно, хореографы помогали с постановкой. Поэтому, если берешься за это дело, это, конечно, очень непросто. Мне очень нравится высказывание одно, это мой любимый автор, который много книг по конструированию одежды создал. Он сказал так, что если, например, в театре автор напишет произведение, сценарист создаст сценарий, режиссер все это, существует постановку, актера сыграет роли, то в театре моды руководитель должен все эти ипостаси пройти самостоятельно. То есть он должен быть и актером, и музыкантом, и одновременно моделью, и уметь шить, и, в общем, быть мастером на все руки, получается. То есть вы это и есть, мастер на все руки. Не очень скромно, но приходится быть всем. Ладно, у вас лежит диплом. Вот немножечко расскажите, за что этот театр моды наградили? Практически мемориальная талфетчика. Ну, это вот как раз по результатам участия в студенческой Подмосковной весне этого года в номинации направления театра, в номинации театр моды мы заняли первое место, о чем я уже выше говорила. Можно показать. Вот, да, вот, трудно как раз. Очень, конечно, приятно. Вдвойне приятно, во-первых, то, что оценили. Во-вторых, приятно то, что коллекция должна, признаться, не новая, то есть не свежесозданная. Коллекции этой в следующем году будет уже 10 лет. Ну, это говорит о том, что вот прежний труд, прежние усилия были не напрасны. И, собственно, она удоставилась уже не раз и первого, и второго, и, ну, чаще лауреатами первой степени становились с этой коллекцией. Поэтому, значит, когда-то попали в точку, когда-то идею угадали правильно, когда-то осуществили все качественно и преподнесли так, что до сих пор все остается в силе. Я бы еще, вот если бы была моя воля на учреждении номинации, то очень спорный вопрос, называться ли театром моды. Часто вот, ну, грамотные жюри, которые часто оценивают коллекции какие-то, да, ездят по различным конкурсам, они, как правило, дают идею, чтобы называться театром костюма. Потому что в таком случае вот эти идеи могут жить действительно десятками лет, потому что если сделано качественно, оригинально, и есть над чем задуматься, откуда вдруг это берется, и, допустим, модель какая-то, трансформер, да, над ней тот же самый конструктор долго думал, сооружал, вот, и поэтому имеет место она быть долгие годы, все остаются актуальны, интересны, поэтому стоит переименовать театр костюма, а потому что театр моды – это очень большая претензия, поскольку детские коллективы, равно как и юношеские, молодежные, другие творческие, они не могут глашатыми моды себя объявлять, поскольку очень много в них непрофессионалов, но попытки креативить, создавать что-то новое, они могут быть у всех, поэтому я бы больше претендовала на название театр костюма, а не театр моды. Лада, а расскажите, пожалуйста, вот, а как вы берете идеи для коллекции, для костюмов? Основываетесь ли, может быть, на народный костюм или на какие-то, ну, вы сказали, из природы? Ну, идеи черпать можно откуда угодно, еще есть такой хороший способ, как мозговой штурм. Просто садишься и заставляешь себя рождать идею. Либо смотришь на тех же самых коллег, которые показывают какие-то другие коллекции, и поскольку я повторюсь, что плагиатом заниматься не очень нравится, начинаешь думать, а чего еще я не видела. И так рождается какая-то вот новая идея. От противного получается. Поэтому, да, получается, чтобы я не хочу повторяться, я создам что-то свое. Ну, и вот иногда бывает, что именно идею такую, чтобы вот именно в точку попала, гораздо сложнее, чем соорудить всю вот эту вот большую коллекцию. Вот, потому что потом просто, ну, как, наслаждаешься процессом создания, да, если это твое, если это все нравится. Поэтому просто получаешь кайф, действительно. Ну, не все, конечно, всегда легко и просто там кроится. Иногда ткани невозможно купить, иногда их не хватает, иногда, ну, что-то в модели приходится по ходу менять. Но все равно это уже рабочий момент. А вот идея, которая сработает, ну, конечно же, с этим сложно. У нас есть возможность посмотреть на ваши модели. Я предлагаю нам с вами и зрителям полюбоваться, а вас прокомментировать немного, что мы увидим. Стараюсь. Ну, это выступление, это студенческая весна, да, 2007 года. Это подмосковная студенческая весна. После этого мы снова, то есть мы уже дважды участвовали во всероссийской студенческой весне. Вот, это затем мы с этой коллекцией поехали в город Волгоград. Там участвовали в студенческой весне. Но, к сожалению, призовое место тоже не заняли. Там вообще очень смешные итоги были. То есть вышло то, чего не ожидал никто. Просто там такая слабая коллекция, на самом деле, победила, что это было признано всеми. Но, однако, они были хозяева, это Волгоградский технологический институт, поэтому он и оказался победителем. Но мы, собственно, не расстроились, выступили хорошо. Это вот прошлогоднее выступление на студенческой весне. В прошлом году с этой коллекцией ездили. Но эта фотография как раз с подмосковной студенческой весны, то есть такой промежуточный этап нашей сударушки. «Ямщики на женский манер». Вот так вот, такая транскрипция. Это костюмы для мюзикла, детского мюзикла по песням Шаинского. То есть здесь я выступала в качестве автора и исполнителя костюмов. Костюмов было огромное множество. И все очень интересно, и с удовольствием бы еще с каким-нибудь мюзиклом бы поработало. И все костюмы вы придумали одна? Да. Там, по-моему, 54 было. 54 модели. Все разные? Ну, разные, да. Замечательно. Просто. Это вот как раз автомысли, которые в этом году победили нас в подмосковной весне. Но фотография прошлых лет. Это мы в Сочи на международный фестиваль «Надежда Европы». Там мы тоже были первыми. Это один из творческих вечеров вернисажа. Такой своеобразный отчетный концерт. Первый выход девушки в черном. Это, можно сказать, рабочие платья, походные платья наших девушек. Это тоже международный фестиваль «Надежда Европы» в 2007 год. Это коллекция «Милитари Мания». Собственно, коллекция создавалась, честное слово, две недели она всего шилась. Для того, чтобы выступить на Дне молодежи, вот, в клину. Ну, и, собственно, коллекция такая, не слишком профессиональная. То есть, можно сказать, руками вот девушек, которых вы видите на экране. Они сами шили. Да, у нас девушки талантливые во всем. Это одна из моделей коллекции «Министрели». Такая с философским ипотексом коллекция. Она одна из крайних была. Это они же. В общем, принцип коллекции в том, что все свое ношу с собой. И здесь поэт, музыкант, художник, танцовщица, клоун. И вот такой воришка, который по ходу действия главные атрибуты персонажей ворует. Потом, правда, совесть берет вверх. Да, она все возвращает и уходит с этой труппой туда же обучаться мастерству. Это одна из моделей Емщицкой коллекции. Ладно, а сколько всего моделей должна включать коллекция? Сколько штук, получается? Ну, это по замыслу автора. Единственное, просто должно быть ограниченное количество. Потому как, если ты участвуешь в каком-то конкурсе, то обычно время выступления ограничится четырьмя-пятью минутами. Поэтому невозможно, допустим, 30 моделей выпустить для того, чтобы они каждая показалась, каждая сыграла и запомнилась, как-то и оценена была жюри. Поэтому у нас самое многочисленное, наверное, 10 моделей. Были еще и детские коллекции. Я опять-таки говорю, с детьми очень интересно сотрудничать. С одной стороны, это очень тяжело их организовать. С другой стороны, очень интересно, конечно, и умиляешься ими. И поэтому моделей может быть много, но качество никто не отменял. Поэтому лучше сделать 5, 6, 7, но качественных. А потом еще, поскольку я, скажем, мастер по изготовлению верхней одежды, я, собственно, пальто люблю гораздо больше, чем летнее платье, например. Поэтому мне интереснее верхнюю одежду создавать. И когда модель раздевается, у нее еще какая-то начинка тоже должна быть. Поэтому если считать верхнее изделие и одежду, которая под ним находится, то получается моделей гораздо больше. Как правило, у нас все коллекции предусматривают, что девушки выходят, потом снимают верхнюю одежду и остаются в том, в чем они дальше продолжают демонстрацию. Но идея тоже, я так поняла, что коллекция должна, общность материалов какая-то должна быть. Конечно. Но все 10 моделей должны быть сконструированы по-разному, получается. Ну, конструкция тоже может быть общая. Это очень длинная тема, как создается вообще модель. Главное, чтобы, вот иногда жюри говорят, вы знаете, если, в принципе, если бы вы вот эти 5 моделей забыли на вокзале, то коллекция бы не пострадала. Я могу порадоваться тому, что нам никогда такого не говорили. То есть все были, вот в сумме не было такого перевеса и не хотелось закрыть глаза и сказать, когда вы уже уйдете. Мы уже все это видели и изучили. Поэтому тут, конечно, когда работаешь над эскизами, надо соображать, чтобы не было перегруза и не было каких-то повторений. Все было в контексте. А, и по времени, вот мне тоже, вы уже предупредили мой вопрос. Вы сказали, две недели, я так понимаю, что это мало. Две недели это мало. Сколько в среднем уходит на создание коллекции? Ну, у нас всегда небольшое время уходило. Ну, если 2-3 месяца это много, то это предел. Просто бывает так, что вот есть у музыкантов такое понятие «заиграло», да, произведение. То есть, когда ты играешь, играешь, все одно готовишься к экзамену, и на экзамен приходишь, и вот руки тебя перестают слушаться. Это, конечно, катастрофа просто. Вот, вроде как все знаешь, но нет в руках пьесы. Вот, так же и здесь. Ты, когда шьешь и каждый день занимаешься этой коллекцией, да, одно и то же, то, ну, по крайней мере, это мне свойственно. Я начинаю уставать. И думаю, уже надо скорее заканчивать, потому что хочется чем-то другим заняться и отвлечься. И можно переусердствовать и перегрузить модели. И, опять-таки, когда смотришь, глаз должен на чем-то останавливаться, отдыхать в какой-то момент. А когда ты наслаиваешь и наслаиваешь усложняющие элементы, очень легко увлечься. Вот, поэтому получается, что коллекция перегружена, воздуха нет, и как-то вот, ну, перестарались, можно сказать. Поэтому вот этот вот срок 2-3 максимума месяца, это просто предельный срок для того, чтобы изготовить полноценную коллекцию, там, 10, допустим, костюмов. А шьют? Кто конкретно выполняет? Ну, вот я уже говорила, что девочки, да, которые закончили 62-й лицей, они, у нас было 4 человека, которые занимались изготовлением, ну, со мной, конечно же, я пятая, вот, поэтому шили все вместе, распределяли обязанности, вот, кто-то... Но не так, что вот, например, ты шьешь вот эту модель, я шью вот эту, или, например, ты пришиваешь... Нет, ну, если, допустим, садились, когда обсуждать эскизы, кто-то выбирал, что я вот это бы сшила, то есть мне вот это больше импонирует, я бы от этого не отказалась, а я бы вот с этим поговорялась. А мне вот это посложнее, мне вот это попроще, а мне что-нибудь... А мне сразу и там, и там, и там поучаствовать хочется. Другое дело, что в процессе существования вернисажа, работы, да, выходили девушки замуж, становились мамами, поэтому иногда кадры нас покидали на какое-то время, приходилось садиться самой, ну, я не исключаю того, что я шила никогда, мне это само интересно, вот, и было такое, что даже вдвоем делали коллекцию, ну, в принципе, в сроки укладывались, вот, немножко жестоко получалось, и в выходные работали тоже, ну, я трудоголик. Лада, ну, вы сама тоже носите одежду, которую шьете, сами для себя придумываете, вот это красивое платье, это, я так понимаю, ваш создание ваших... Спасибо же, комплименты, да, 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 я... Ну, как-то неловко покупать, если сама умеешь шить, не знаю. А вот модели известных каких-то дизайнеров, кутюрье, вам нравятся? Вот вы себе бы покупали, вот там, Джорджа Армани. Я не уверена все, что то, что выдают за Джорджа Армани, принадлежит ему, его перу, вот, поэтому я, ну, как-то очень прохладно отношусь к тому, что говорят, что вот эта одежда из бутика такого-то моделира, я из этого, вот, потому что просто эта одежда очень многим не по карману, поэтому, ну, во что-то, наверное, одевалась, другое дело, что, понимаете, как-то хочется со мной проявиться, вот, поэтому я ничего не имею против, вот, не знаю насчет Джорджа Армани, мне очень нравятся, например, наши отечественные модельеры, например, Виктория Андреянова, она не слишком часто звучит, но она-то, это сестра родная Екатерина Стриженовой, телеведущей, вот, она просто умничка, трудяшка, и вот, я бы носила, например, ее одежду, потому что она мне нравится больше, чем Джорджа Армани, поэтому с удовольствием бы носила, да, другое дело, что если ты можешь создать сам, почему бы нет? А для кого-то другого вы создаете одежду, вот, кто-то есть, кто одевается только вот в вашей модели, не просто вот конкурсные вот эти, но каждый день? Только в моей? Да. Ну, и почему, он же не исключает одежду дорогих, автор? Да, то есть... Есть, конечно, почему, и вот, собственно, это мой хлеб, я шью одежду, и мне это нравится, и у нас как-то вот складываются очень теплые отношения с моими заказчиками, потому что и им хорошо, и мне хорошо, я своего рода доктор, причем доктор, который не выносит серьезного диагноза и строгого приговора, да, а тот, который врачует душу другими способами и более безболезненными, вот, поэтому, когда они уходят от меня довольные и красивые, и им хорошо, и мне хорошо. Ну, всем известно, что у летчика должна быть хорошая реакция, учитель должен любить детей, а вот для модельера важно хорошо рисовать, вот так ли это? Да, ну, вот одна из наших знаменитых модельеров, Надежда Ламанова, кумир Вячеслава Зайцева, она вообще не умела рисовать, она могла писать модель на себе, нарисовать она не могла, ну, разве что схематично, поэтому не нужно быть для этого художником, но рисовальщиком быть желательно, то есть так вот нас иногда называют рисовальщики, вот, поэтому, ну, сейчас очень многие модельеры пользуются программами компьютерными, поэтому можно, собственно, обладая какими-то вот навыками графического дизайнера, создавать и компьютерные модели, вот, но все равно идею, я думаю, что стоит отразить вот собственноручно, неоткуда-то взять, потому как, наверное, скучновато по кирпичикам на компьютере создавать что-то, все равно изначально это должен быть какой-то рукотворный эскиз. И в этом эскизе должно быть сразу учитываться, да, материал, цвет, материал, фактура материала, и уже сразу должно быть видно, как будет сконструирована модель, правильно? Лучше да, но это другая уже стадия, то есть если вначале ты просто рисуешь какой-то эскиз, можно на этом остановиться, а дальше можно отдать свою идею в руки грамотному конструктору, и он составит анализ эскиза, где уже будет с технологической точки зрения все это выверено и пересмотрено, и тогда подбираются и материалы, и те детали, которые ты хочешь воплотить в свои модели, они будут строго соответствовать, ну, скажем так, геометрии фигуры, то есть будут находиться именно на том уровне и в том месте, где положено это по каким-то нормам и канонам. Вот, поэтому лучше, конечно, когда работает команда авторов, а не просто ты один от начала до конца все это воплощаешь, потому что, опять-таки, вот эта здоровая критика, когда тебе скажут, стоп, ты не прав, стоит откорректировать, либо, а если вот так вот посмотреть, поэтому лучше, конечно, в команде работать. А ткани, какие вы предпочитаете ткани, и где вы их покупаете, приобретаете? Именно для коллекции? И для коллекции, и вообще? Ну, для коллекции просто в магазинах покупаем. В Клину? Я больше люблю Тверь, у нас в Клину хороший магазин, ничего не скажу, никакой рекламы не будет, но дело в том, что они как-то вот… Все одинаковые. Нет, наоборот, все разное, но на любителя. Поэтому, когда хочешь найти именно то, что тебе видится, приходится либо в Тверь, либо в Москву, поскольку там все-таки пошире выбор, ну, в Твери еще поразумнее цены, в отличие от Москвы. Вот, поэтому чаще туда езжу, зато ты покупаешь сразу все, и для верхней одежды, и подкладку, и какие-то прикладные материалы, вот. В Клину с этим немножко сложнее, приходится такую вот траекторию создавать, как роза ветров, и бегать там одно, там другое, там, это немножко неудобно. Вот, и не всегда есть тот метраж, который тебе нужен. Поэтому бывает, что вот на стадии даже вот продумывания коллекции получается такой вот отлуп, и не можешь. Вот хочешь, но нет такого ассортимента, нет этого выбора, и приходится как-то вот слегка страдать. А любимые, есть какие-то материалы у вас? Ну, я люблю пальто, пальтовую ткань, это вот это, это мое все, потому что она очень податливая, послушная, можно сутюжить, оттянуть, то есть то, что формуется, оно всегда более благодарно, вот, а все вот это вот тоненькое, шифоновое, это, ну, что поделаешь, люди любят, они хотят быть летящими такими, вот, струящимися, вот, поэтому для создания этих форм, конечно же, необходим шифон, ну, пальто мне ближе. Передаете ли ученикам свой опыт, да? Ну, так как вы работаете с детьми, то есть передаете. А они этим заражаются, я не то чтобы говорю, что вот, а не хотите ли вы по моим стопам пойти, а не хотите ли вы продолжить вот карьеру и там, дизайнерскую себе создать. Просто в любом случае ты, если занимаешься любимым делом, будь то изобразительное искусство, будь то музыка, будь то спорт, будь то любой другой вид творчества, ты, если на самом деле ты этим увлечен, одержим, то ты настолько увлекаешься, что проходит какое-то время, и ты думаешь, что чего-то мне не хватает. Поэтому вот у нас Аделья Надрова, она долгое время работала в Вернисаже, ну, так ее назвали, ведущая модель. Ну, у нас несколько идущих моделей было. Вот, она тоже ездила на конкурсы, и в рамках студенческой весны тоже были конкурсы, где сдавал свои коллекции. Вот, на лавры модельера она, конечно, не претендовала, но на уровне вот студенческих каких-то вот таких вот открытий вполне и на международном конкурсе участвовала. То есть, идеи были очень креативные, очень свежие, очень такие интересные. Единственное, конечно, не хватало опыта технологического такого, профессионального, и рамки студенческой жизни не позволяли создавать что-то такое вот грандиозное, серьезное. Ну, вот она, как модельер, получала награды, потому что все в порядке. То есть, достойные ученики есть? Ну, еще вот, да, мою традицию сейчас дочь продолжает. Она с двух лет вернисажа. Сначала она таким вот... Два года уже шила что-то? Нет, нет, нет. Только рисовала? На сцену выходила, она ей помогала. Неизвестно, кто кому помогал, она мне или я ей. Вначале она такая, как вот Мишка в цирке, просто, ну, своего рода, может быть, украшением или каким-то там сюрпризным моментом была в коллекции. Я не знаю, насколько это жестоко и правильно. Дети любят. Дети любят, но иногда боятся. Ну, по крайней мере, насильно я ее никогда не заставляла идти. Ей это нравилось, она ее хотелось. Вот, поэтому, видимо, тоже заразилась сильно. Сейчас вот она обучается на дизайнера, правда, ювелирных изделий, но это не отменяет ее попыток создать свои коллекции, но у них фотографий нет. Ну, там что-то грандиозное. Там они из бумаги, из картона, из отходов каких-то, вот, допустим, коробок из-под яиц, из яичных вот этих вот ячеек. Там креативят по полной программе, они плавят какие-то там пластик, что-то формуют там, соединяют несоединимое. В общем, сложно мне постичь все это, но они делают вот студенческие коллекции тоже. То есть рамки возможностей ювелира у них гораздо расширились. Они из различных материалов создают какие-то костюмы, плюс она еще как-то пробует себя в качестве художника-декоратора. И вот они, в отличие от нас, ездили, их коллектив университета, ездил на Всероссийскую студенческую весну, в Тольятти она сейчас проходила. И вот полностью декорации для региональной программы рисовала она. Более того, еще диплом разрабатывала в футболке, то есть экипировку. Так что вот... Достойная смена. Есть чем гордиться. Есть чем гордиться, да. Лада, несколько слов буквально о планах на будущее. Где увидим? Новую коллекцию, может быть? Новую коллекцию. Ну, поскольку все упирается, естественно, не только в идеи светлые и вдохновения, а еще и в денежные, материальные какое-то сопровождение, да. Вот. Поэтому я не знаю насчет новой коллекции. Но поскольку я сотрудничаю тесно с различными творческими коллективами Клина, это и хореография детской школы искусств, и КВН наш, и РГСУ различные мероприятия, которые там организуются, я помогаю осуществлять. Мистер Клин, мисс Клинчанка. То есть, в принципе, новыми идеями я периодически радую. Я никуда не ушла, я не пропала, я занимаюсь творчеством. Ну, и уже повторюсь, что оно доставляет и мне радость, и радость тому, кому я помогла что-то осуществить, в чем-то выйти, выступить. Вот. Поэтому, не обещая новых коллекций, но коллекции вечерних платьев, например, на мисс Клинчанка, были вот не так давно. Но на отчетном концерте коллектива Ассорти сейчас была коллекция костюмов, которые танцевали. Вот. С удовольствием, говорю, с детьми бы посотрудничала. Вот если Лена Анатольевна Плаксина откликнется на мою просьбу, как мы-нибудь мюзикл создадим. Ну что ж, мы вам этого желаем, надеемся увидеть. И коллекцию тоже. Творческих успехов, красивых материалов и светлых идей. Спасибо огромное. А я напоминаю, что у нас в гостях была модельер и дизайнер одежды Лада Тимофеева.